Комплексы D-металлов Объединив знания из разных областей химии, показать, как взаимосвязано строение комплексов с некоторыми их свойствами. Мы будем, в принципе, говорить о электронном строении и свойствах на протяжении двух лекций. Поэтому вот эта тема, она объединена как лекции под номерами 2 и 3 этого семестра. И первым делом я хочу обратить ваше внимание на то, что, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, не существует единой картины описания химической связи в комплексах различных элементов периодической таблицы. Мы все равно говорим о том, что производные P-элементов и производные D-элементов описываются немножко по-разному. Вы, конечно, помните, что такое правило Гелеспи, как можно молекулярную геометрию описать с помощью правила Гелеспи. И вы, наверное, помните, что при применении правила Гелеспи говорилось, что, строго говоря, оно относится только вот к этой части периодической таблицы. То есть оно относится к тем случаям, когда центральным атомом является P-элемент. Почему? Ну, основная причина заключалась в том, что правило Гелеспи вытекало из восьмиэлектронной конфигурации. Как только мы уходим от восьмиэлектронной конфигурации, как только мы добавляем валентные D-электроны, которые есть у переходных металлов, так сразу выясняется, что никакой восьмиэлектронной конфигурации нет. И наоборот, валентные D-электроны вносят очень важный вклад в особенности химической связи, то есть взаимодействие металл-легант. Это самое взаимодействие металл-легант мы в первом приближении считаем донорно-акцепторным. Мы можем говорить так, что металл – это акцептор электронов, легант – это донор электронов. Ну, или если уж перейти на более, так сказать, глубокий научный подход, мы можем говорить о том, что металл-легант взаимодействует как кислота и основание в рамках кислотно-основной теории Льюиса. Донор, акцептор – это кислоты и основания. Но особенности комплексов D-металлов заключаются в том, что при их описании мы должны учесть степень окисления центрального атома, его электронную конфигурацию и обратить особое внимание на то, как распределяются D-электроны по орбиталям. Вы все помните, что у нас есть пять валентных орбиталей, на них можно разместить десять электронов, но оказывается, что размещение десяти электронов или любого числа электронов по D-орбиталям может быть неоднородным и разным в различном случае, в зависимости от того, какой комплекс образуется, какой металл-элегант взаимодействует. Ну и для того, чтобы иметь теоретическую базу для описания этого взаимодействия, мы можем пользоваться тремя различными подходами. Первый, самый простой – это метод валентных связей. Он проще всего в описании и самый неточный, но без его использования очень трудно пройти дальше к более сложным случаям описания химической связи. Затем идет теория кристаллического поля. Мы не применяли раньше такую теорию, потому что она не используется тогда, когда нужно описывать химическую связь в производных P-элементов, и будем ее сегодня рассматривать. Она основана как раз на том, что рассматривается неэквивалентность D-электронов и D-орбиталей. Ну и, наконец, третий метод – метод молекулярных орбиталей. О нем мы поговорим на следующей лекции в ближайшую пятницу. Он, как всегда, как и метод молекулярных орбиталей в приложении к P-элементам, самый сложный, но самый универсальный. И если научиться им пользоваться, то, в принципе, можно описать практически все особенности взаимодействия в системе металл-легант. Итак, мы переходим к первому методу. Мы говорим о методе валентных связей в приложении к комплексам D-металлов. Он в полной мере описывает донорно-акцепторное взаимодействие. Он считает, что центральный атом – это акцептор или кислота по Льюису, а легант – это донор или основание по Льюису. То есть формирование комплекса можно описать реакцией Льюиса между кислотой и основанием. Метод имеет несколько приближений или, можно так сказать, несколько степеней усложнения. В своей самой высокой усложненной части он может быть даже сложен, чем метод молекулярных орбиталей, потому что математика, лежащая в его основе, так называемая теория Гейтлера-Лондона, она исключительно сложна. Но зато в первом приближении этот метод вообще не подразумевает никакого математического описания и работает то, что называется, просто-таки на пальцах. Он считает, что есть двухцентровые двухэлектронные связи, а их распространение в объеме или их расположение в пространстве описывается с привлечением понятия о гибридизации. В данном случае речь идет о гибридизации орбиталей центрального атома. Что касается легандов, то предполагается, что леганды – это только источники неподеленных электронных пар, предоставляемых на орбитале центрального атома. И вот мы можем разобрать два случая. Первый случай – это аквакомплекс хрома. Хром H2O6-3+. Очень устойчивый аквакомплекс. Второй вариант, не менее устойчивый – тетрацианид никеля или тетрацианоникелат-2. Эти комплексы легко получаются, их свойства очень хорошо известны, и поэтому они очень часто используются для того, чтобы как раз рассматривать основы взаимодействия в различных методах, в том числе и в методе валентных связей. Итак, как мы представляемся взаимодействием? Мы сначала определяем электронную конфигурацию катиона хром 3+. Это D3. И располагаем три электрона на D-орбиталях. Три D-орбиталях, они валентные, поэтому расположение на них очевидно. И затем смотрим, какие есть еще орбитали, способные принять неподеленные пары легандов. В данном случае как раз оказывается, что есть шесть свободных орбиталей, две орбитали на 3D уровне, одна орбиталь 4S и три орбитали 4P уровня. Если мы расположим на них неподеленные электронные пары леганда, а это вода, вот это неподеленная пара, мы будем символически записывать таким вот двойным крестиком неподеленную пару, то выяснится, что как раз таки расположится шесть неподеленных пар. Это будет соответствовать гибридизации D2-SP3, который в свою очередь геометрически соответствует октайду. Я сейчас отвечу на этот вопрос, точнее говоря, не сейчас, а чуть позже, на одном из последующих слайдов. Итак, получается, что мы рассматриваем гибридизацию тех орбиталей, которые принимают неподеленные пары. Зачем рассматривается гибридизация? Самый важный ответ здесь такой. Поскольку метод качественный, и мы не задаемся вопросом, какова энергия орбиталей, то мы главное должны сделать, объяснить, почему шесть связей абсолютно равноценны. Шесть связей абсолютно равноправны. Поэтому мы говорим, если шесть неподеленных пар попадают на шесть разных орбиталей, то мы должны применить такой прием, который покажет нам, что орбитали на самом деле равноценны. И этот прием — гибридизация. Ну а гибридизация тогда D2-SP3, а ей соответствует октайдр. Есть другой комплекс в нашем рассмотрении. Это комплекс никеля с четырьмя цианидными легандами. Мы знаем конфигурацию никеля. Никель имеет 10 валентных электронов. Никель плюс 2 имеет 8 валентных электронов. И мы располагаем их так, что 4 пары электронов никеля занимают 4 орбитали. 8 электронов на 4 D-орбиталях. Если у нас легандов всего 4 штуки, то мы их располагаем на ближайших свободных орбиталях, а это орбитали 3D, 4S и две орбитали от 4P. Получается, D-SP2 — гибридная система, ей соответствует квадрат. Опять-таки, гибридизацию мы принимаем ради того, чтобы объяснить, почему все связи равноценны. Но здесь возникают два совершенно законных вопроса. Вопрос первый. Почему в первом случае, когда мы рассматривали хром, мы три электрона расположили на трех разных D-орбиталях, а во втором случае мы все электроны заставили объединяться в пары? И второй вопрос. Почему в первом случае мы использовали все вакантные орбитали, а во втором случае одну из D-орбиталей, ой, простите, одну из P-орбиталей центрального атома, вот эту вот, как вы видите на рисунке, мы оставили вакантной. Первый вопрос имеет только частичный ответ. Он такой. В первом случае у нас другого выхода нет, потому что правила максимального спина в принципе никто не отменял. Если у нас орбитали 5, а электронов 3, значит их нужно расположить так, что 3 электрона займут 3 орбитали. Во втором случае сложнее. Не очень понятно, почему мы не можем взять один электрон у никеля вот на этой орбитали и расположить на соседней, так, чтобы по крайней мере два электрона имели одинаковые спины. Это же повышает общую спиновую систему. Ответ в рамках метода валентных связей таков. Используются эмпирические представления о том, что существуют леганды, заставляющие спаривать электроны при превышении числа орбиталей, или существуют другие леганды, которые не способны заставить электроны спариваться. И мы знаем из учебников, из таблиц, из справочников, что цианидный леганд – это тот, который заставляет электроны спариваться. Каков ответ на второй вопрос? Почему не использована вот эта вот орбиталь? Мы могли бы ее заполнить, тогда получился бы комплекс никель-ЦН-5 с зарядом 3-. Кстати, он существует. Он существует и может быть получен. Ответ на этот вопрос такой. Метод валентных связей не предсказывает строение. Он только объясняет. И он исходит из другого. Мы знаем, как устроен комплекс. Тогда мы можем объяснить, как располагаются электроны в этом комплексе. Метод валентных связей не имеет предсказательной силы. Поэтому он не так широко используется. Мы увидим, что предсказательную силу имеет метод теории к историческому полю. Но, тем не менее, он очень прост и нагляден. Нам нужно его применять. Давайте теперь сравним комплекс хрома с аналогичным комплексом трехвалентного железа. Картинку с хромом мы уже рисовали. Три электрона на D-орбитале. И вот эта гибридизация D2-SP3, которая вовлекает орбитали металла для размещения легандов. Следующий катион, который мы рассматриваем, это железо. Три плюс. Конфигурация D5. Вода известна как леганд, который не заставляет спариваться электроны. И мы располагаем пять электронов на пяти D-орбиталях. И для того, чтобы объяснить, почему комплекс актоэдрический, мы должны найти шесть свободных орбиталей. Но на валентном уровне орбиталей четыре. 4S, три штуки 4P, а нам нужны еще две орбитали. Тогда мы говорим, что на четвертом энергетическом уровне есть еще D-орбитали. Давайте две из них использовать. Давайте. И вот из этих пяти 4D-орбиталей мы две берем. И у нас получается конфигурация электронная такая. SP3D2. Этому тоже соответствует актоэдр. Гибридизация D2-SP3 и SP3-D2 это варианты гибридизации, соответствующие геометрическому образу актоэдр. Хорошо. Тогда чем комплексы отличаются? Только тем, что во втором случае нам потребовалось использовать лежащий вне валентного уровня 4D-уровень. Поэтому комплекс железа мы назовем внешнеорбитальным. Тогда как в противоположность комплекс хрома, где 4D-уровень не нужно будет использовать, мы будем называть внутриорбитальным. И у нас появляются два понятия внутри- и внешнеорбитальные комплексы, которые могут иметь одинаковую геометрию окружения. однако, однако, получается следующим образом у нас ситуация, что внешний и внутреннеорбитальный комплекс вроде как имеют разную энергетику, но совершенно одинаковое строение, одинаковую гибридизацию. И нам не мешало бы их сравнить, уже основываясь на том, что у нас центральный атом имеет одинаковую природу. Тогда мы возьмем железо 3 плюс в конфигурации D5 и возьмем два типа легандов. Один будет, естественно, вода, а другой будет цианид. Помните, что цианид способен вызывать спаривание электронов. Хорошо. Тогда, если цианид спаривает электроны, то электроны теперь займут всего лишь 3D-орбитали. На двух орбиталях будут пары, и на третьей D-орбитали будет электрон со свободным спином. И для расположения шести цианидных легандов нам потребуется D2-SP3 гибридизация. В то же время если мы вспомним, как мы действовали с гидратным комплексом, то у нас будет гибридизация SP3-D2, и мы получим для одного и того же центрального атома различие между внутриорбитальным и внешнеорбитальным комплексом. В таких случаях, помимо определения внутриорбитальной и внешнеорбитальной, используют дополнительные понятия низкоспиновый и высокоспиновый комплекс. Если мы D5 располагаем с одним неспаренным электроном, он низкоспиновый комплекс. Если комплекс содержит 5 электронов неспаренных, естественно, это высокоспиновый комплекс. В теории метода валентных связей утверждается, что если комплекс внешнеорбитальный, то он преимущество ионный, а если комплекс внутриорбитальный, то он преимущественно ковалентный. В чем здесь основная проблема? Проблема в том, что если мы сравним 3D и 4D орбитали по энергии, то между ними окажется слишком большая разница. И по сути своей в реальной картине химической связи вовлечение 4D орбитали в образование химической связи комплексов 3D металлов наблюдать практически невозможно. Поэтому все наши представления о внутри- и внешнеорбитальном комплексе с его ковалентным ионным характером, они являются по сути своей мнемоническим правилом, которое позволяет сделать главное объяснить то или иное геометрическое строение комплекса. Как вы понимаете, мы можем использовать и другие катионы. Ну, например, на той же схеме можно добавить по одному электрону к каждому центральному атому. И мы перейдем из железа 3 в железо 2 с конфигурацией D6 и у нас останутся те же октоидрические комплексы, потому что в первом случае в цианидном комплексе добавится один электрон и все электроны окажутся спаренными, а в случае аквакомплекса один электрон еще сядет на орбиталь, которая раньше содержала неспаренный электрон и получится конфигурация с четырьмя неспаренными электронами. Опять-таки эти комплексы будут цианидный, внутриорбитальный, низкоспиновый и ковалентный, аквакомплекс будет внешнеорбитальный, высокоспиновый и ионный и мы должны будем учитывать, что внешние 4D-орбитали находятся слишком высоко по энергии и соглашаться с тем, что сама идея использования метода валентных связей лежит в том, что мы закрываем глаза на энергетическую составляющую, но объясняем, почему все связи равноценны и объясняем, почему эти комплексы очень часто не искажаются, а оказываются геометрически правильными. Октаэдр, ну, значит, 6 одинаковых расстояний, ци с углы 90, транс углы 180 и ничего с таким октаэдром не происходит. здесь возникает еще один вопрос. Это вопрос такой. Мы говорим, давайте использовать представление о гибридизации, вовлекая в него свободные орбитали центрального атома и не вовлекая в него заполненные электронами орбитали центрального атома. В чем здесь смысл? Нет ли ошибки? Ответ таков. Поскольку гибридизация не является реальной, а является формальностью, объясняющей, почему все связи равноценны, то никакой ошибки нет. Мы придумали мнемоническое правило, мы его запомнили, его очень легко реализовать, и нам все равно, что на самом деле происходит с орбиталями. Потому что на самом деле, как мы увидим позже, 5D-орбиталей центрального атома перестают находиться на одинаковом энергетическом уровне. У каждой орбитали может быть разная энергия. И вот это очень интересный пример с двумя комплексами никеля, хлоридные и цианидные комплексы. Координационное число комплексов одинаковое, 4. Хлорид не способен вызывать спаривание электронов, цианид, наоборот, вызывает, и поэтому получается, что в случае хлоридного комплекса все D-орбитали заполнены, 3 пары и 2 электрона со свободными спинами. В случае цианидного комплекса, мы его уже разбирали, есть 4 пары, и соответственно одна D-орбиталь не используется для D-электронов центрального атома. Ну и если у нас есть 4 леганда, то они естественно по-разному расположены. Хлорид это SP3 гибридизация, этому соответствует тетраэдр, тогда как цианид это DSP2 гибридизация, который соответствует квадрат. При том, что число валентных электронов оказывается абсолютно одинаковое. Это 16-ти электронная система. Значит, при одинаковом числе легандов, при одинаковой природе центрального атома, мы имеем различные способы распределения электронов по орбитальным и соответственно различные схемы гибридизации только из-за неодинаковой природы легандов. И эта природа легандов учтена нами может быть только эмпирическим способом. Мы знаем, что леганд действует так. Хорошо. Знаний накопилось много и это замечательно. Теперь вопрос такой. Гибридизация различной заразной природы легандов. А какая гибридизация вообще может быть? и мы сейчас кратко обсудим основные гибридные схемы. Если мы вспомним предыдущую лекцию, то мы говорили о том, что у того или иного координационного числа есть, как бы сказать, основная геометрия и более редкая. И вот эти основные геометрии, скажем, для координационного числа 2 и 3 это гантели треугольных и им соответственно отвечает гибридизация СП или СП2. Для тетраэдра возможны различные случаи. Например, в случае комплекса ванадий хлор-4 с зарядом минус будет Д3С гибридизация. Для феррухлор-4 минус СП3 и та и другая приводят к геометрии тетраэдра. Для квадрата характерна гибридизация ДСП2, для тригональной бипирамиды СП3D, для квадратной пирамиды ДСП3 и те и другие примеры существуют. И, наконец, два варианта для октаэдра СП3D2 и Д2СП3. Эти таблицы помогают нам понять самый главный вопрос метода валентных связей. Как объяснить, почему все связи равноценны? И я призываю вас к тому, чтобы хорошо представлять следующее. Это не та гибридизация, которая означает смешивание орбиталей в пространстве ввиду одинаковой энергии. Нет. Это вообще гибридизация, которая не имеет отношения к понятию энергии. Это представление о том, как нужно векторно сложить или вычесть направление орбитали к леганду для того, чтобы получить представление о том, что все направления равноценны. Не более того, можете считать это таким трюком математическим или там трюком, который взялся из линейной алгебры. Это некоторая система соответствия, не более того. Итак, метод валентных связей очень прост и нагляден. Иногда вот этот МВС расшифровывается как метод валентных схем. Не думайте, что это ошибка, это просто альтернативное название, которое редко используется. Тоже получается МВС. Самое главное его достоинство, вы можете понять, какова геометрия комплекса. Но в первом приближении этот метод основан на качественных закономерностях и часто правилах. Ну, например, считают так, что можно даже связать такое свойство, как устойчивость с электронной конфигурацией из МВС. Если комплекс внешне орбитальный, то он кинетически неустойчивый, то есть лобильный. Это тоже эмпирическое взаимосвязь, но она, как это ни странно, верна, ей тоже можно пользоваться. Но, к сожалению, метод валентных связей хорош тогда, когда вы знаете, что есть и можете это объяснить. Предсказательной силы он не имеет. В большинстве случаев он не может объяснить и предсказать магнитные свойства комплексов. Совершенно не способен предсказать и объяснить окраску, потому что окраска вообще связана с переходами в D-уровнях, а здесь все D-эрбитали считаются как имеющими одинаковую энергию. Он, в общем-то, не объясняет параметры устойчивости комплексов, потому что вообще не имеет никаких энергетических параметров. И поэтому мы должны уже сейчас переходить к следующему гораздо более совершенному методу, который называется теория кристаллического поля. Если вы раньше никогда не встречались с этой теорией, то, наверное, вам будет странно узнать, что теория кристаллического поля не описывает кристаллы. Она вообще не имеет отношения к кристаллическому состоянию вещества. Она описывает, скажем так, изолированный комплекс, изолированную комплексную частицу. В идеале она должна существовать в газовой фазе или в растворе, где растворитель индифферентен. Называется она теорией кристаллического поля по другой причине. Идея заключается в том, что в теории кристаллического поля важно взаимное расположение металла и леганда. И считается, что любое изменение электронной конфигурации, любое изменение, связанное с электронной подвижностью, оно не затрагивает изменение положения относительного металла и леганда. как будто бы леганды вокруг металла сидят так жестко, как в кристалле. И поэтому называется теория кристаллического поля. Создана она, вообще говоря, физиками, чтобы объяснить бестолковым химикам, что такое химическая связь в комплексных соединениях. Один из главных основателей ее, немецкий физик Бёте, который рассмотрел основные положения. И он сказал, что рассматриваются соединения, состоящие из катиона переходного металла и легандов. И эти катионы и леганды связаны электростатическими взаимодействиями. То есть, по сути дела, по сути дела, теория кристаллического поля опирается на законы Кулона. Только взаимодействие уже не двух зарядов точечных, а некоторого набора. Но, тем не менее, леганды, какие бы сложные они ни были, рассматриваются в виде источника точечного заряда. А точечные заряды создают электростатическое поле. И это электростатическое поле понимается как кристаллическое, поскольку оно неизменное. Упрощенный немножко подход к рассмотрению леганды, потому что, как мы видели на прошлой лекции, леганды могут быть даже очень сложными. Но, с другой стороны, все взаимодействие центрального атома с легандами рассматривается с учетом всех особенностей д-орбитали центрального атома, распределения электронов на них, а также с дополнительными сложными эффектами, как то межэлектронное взаимодействие и спин-орбитальное взаимодействие. Для начала в нашем курсе, по крайней мере, мы будем использовать только ту часть всех особенностей центрального атома, которая говорит о распределении орбиталей по энергии и о распределении электронов по орбиталям, без учета межэлектронного отталкивания и спин-орбитального взаимодействия. Таким образом, теория кристаллического поля подразумевает, что есть учет такого параметра, как энергия. И это отличает эту теорию от метода валентных связей. Суть взаимодействия центрального атома и вот того самого точечного заряда, коим назван леганд, заключается в следующем. Если орбиталь направлена к леганду, как к источнику поля, то эта орбиталь претерпевает возмущение и ее энергия повышается по сравнению с орбиталью, находящейся в свободном атоме или в сферическом поле. Если орбиталь не направлена к леганду, то тогда ее энергия в компенсацию повышению тех орбиталей, энергия этих орбиталей понижается. Здесь показан случай актоидрического поля. Пять орбиталей D подуровня представлены в виде распространения их в объеме и показано их отношение геометрическое к леганду. Орбитали DZ квадрат и DX квадрат минус Y квадрат взаимодействуют с легандами и их энергия должна повыситься. В противоположность тому орбитали DX Z Y Z и XY они расположены так, что лепестки смотрят по диагонали между соответствующими осями, на леганды эти орбитали не попадают и значит они будут понижать свою энергию, они станут выгодными. Как вы видите, мы первым делом в теории кристаллического поля описываем неравноценность D орбиталей. Давайте теперь посмотрим, как выглядит эта энергетическая картина. Вот у нас существует шкала энергии и мы представляемся, что свободные D орбитали имеют некоторую энергию, все пять одинаковую, естественно, и попадая в какое-то сферическое поле, кстати говоря, сферическое поле, если говорить о металлах элегандах, можно аппроксимировать экосаэдром. Вот считается, что пять D-орбиталей в экосаэдрическом поле будут иметь одинаковую энергию. Итак, сферическое поле. Энергия повышается, потому что есть какое-то поле действующее, но равным образом на все элеганды, а затем мы симметрию этого поля понижаем со сферической до актоэдрической. Что происходит? Те три орбитали, которые смотрели по диагоналям между соответствующими осями, то есть DXY, DXZ и DYZ понижают свою энергию и имеют некоторую одинаковую симметрию. Эта симметрия выражается символом T2G. С другой стороны, орбитали DX квадрат минус Y квадрат и DZ квадрат повышают энергию, они направлены элегандом и они выражаются некоторым симметрическим уровнем EG. То есть они сохраняют вырождение, они одинаковы по энергии между собой попарно в EG и тройкой в T2G. Какова эта энергия? Как ее можно оценить? Если мы не знаем абсолютных значений этой энергии, то мы по крайней мере можем оценить изменения. Разницу между уровнями EG и T2G мы будем называть энергией расщепления. Дельта актоидрическая мы ее записываем. Некоторые любят говорить, что это дельта нулевое, но подстрочный индекс это буква О, дельта актоидрическая. Это энергия уровня EG минус энергия уровня T2G. Но поскольку суммарная энергия по сравнению с сферическим полем той же природы не должна меняться, то мы можем сказать, что уровень T2G должен понизить свою энергию на 2 пятых, потому что 3 орбитали, а уровень EG на 3 пятых, потому что 2 орбитали. Суммарно 3 пятых на 2 и 2 пятых на 3 это одинаковые изменения, и этим объясняются вот такие вот величины. Значит, мы получили три важных параметра. Первое, энергия расщепилась таким образом, что возникла энергия расщепления дельта актеидрическая. Второе, что орбитали разделились на два уровня T2G выгодный и EG невыгодный, и что относительная разница между ними это 2 пятых для T2G и 3 пятых для EG. Совершенно очевидно, что такую же картину мы можем составить для любого поля симметрии. И чем ниже будет симметрия, тем сильнее будет расщепление. Если вы возьмете какую-нибудь моноклинную систему, где все леганды будут располагаться практически по-разному, то выяснится в итоге, что все пять D-орбиталей будут иметь разную энергию. Но в полях высокой симметрии, например, в тетраэдрической, расщепление происходит опять-таки на два подуровня. Теперь DXZ, DYZ и XY направлены к легандам, они повышают энергию, по симметрии в тетраэдре их уровень записывается симметрическим символом Т2, а орбитали DZ квадрат и DX квадрат минус Y квадрат наоборот свою энергию понижают и они становятся выгодным уровнем Е. Эта разница между Т2 и Е записывается теперь как дельта тетраэдрическая, то есть энергия расщепления тетраэдрическим полем. Ну а разница опять-таки две пятые и три пятые, только как будто мы всю картинку перевернули по сравнению с актоэдрическим полем. Теперь, когда мы знаем, как расположены орбитали, нам нужно научиться размещать электроны на них. В рамках методоволентных связей было все просто, спариваются или не спариваются. В рамках теории кристаллического поля вдруг выясняется, что энергия может оказаться разной у орбитали. И вот мы берем картинку. Вот у нас энергетическая шкала, вот у нас Т2Ж уровень из трех орбиталей, ЕЖ уровень из двух орбиталей, и если у нас один электрон, то естественно, что мы его должны расположить на самой низкой орбитали. Если у нас второй электрон, то мы его расположим тоже на самой низкой орбитали, потому что еще есть свободное место. Ну и наконец, на орбитале Т2Ж мы заполним половинную емкость, если у нас есть три электрона. Они будут иметь одинаковый спин и минимальную орбитальную энергию. Потому что стремление к максимальному спину и стремление к минимуму орбитальной энергии это следствие правил Хунда. Они в принципе должны соблюдаться. Но вот какая проблема возникает. Что когда мы захотим разместить четвертый электрон, не очень понятно, куда его девать. Потому что если мы скажем, что электрон располагается на ЕЖ орбитале, то тогда, конечно, мы сохраняем правила максимального спина, но нарушаем стремление к минимуму орбитальной энергии. Если мы поставим электрон на Т2Ж орбитале и образуем пару на одной из этих орбиталей, то выяснится, что мы минимум орбитальной энергии соблюли, а максимальный спин нет. На самом деле реализуются обе картины. Оба случая могут существовать. Первый случай осуществляется тогда, когда разница дельта-октеедрическая между Т2Ж и ЕЖ мала. И электрон легко переходит на следующий уровень. Второй случай, когда дельта-октеедрическая намного больше, чем дельта-октеедрическая первого случая. Вот это дельта-октеедрическая два штриха, это дельта-октеедрическая штрих. Если орбитальная энергия должна измениться слишком сильно, то проще электрон спарить на Т2Ж уровне. Тогда максимальный спин нарушается, но минимальная орбитальная энергия достигается. Эти два противоположных случая называются случаем слабого поля и сильного поля. Слабое поле вызывает маленькое расщепление в октаедре на Т2Ж и ЕЖ. Сильное поле вызывает большое расщепление в октаедре на Т2Ж и ЕЖ. Если мы можем распределить электроны по орбиталям, имея представление о том, что есть расщепление и что есть расщепление разной силы, то дальше мы можем подключить к нашим анализам еще одну энергетическую величину. Она называется энергиостабилизацией кристаллическим полем или, как любят сокращенно записывать, СКП. Эта аббревиатура СКП используется буквально-таки как название физической величины и она используется в различных формулах для расчетов и для октаедрического комплекса СКП выражается вот через такую формулу. Говорят так, что число электронов, которые находятся на Т2Ж орбитали, нужно умножить на 2 пятых, вычесть 3 пятых, умноженное на число электронов, располагающихся на ЕЖ орбитали, умножить на дельта октаедрическое и вычесть величину П, энергию спаривания электронов. И тогда вы можете рассчитать, чему равна энергия стабилизации кристаллическим полем, которая в зависимости от того, из каких таблиц вы взяли величины дельта октаедрическое и П, может выражаться в любой величине, имеющей отношение к энергии. Ну, это, во-первых, джоуль на моль, электрон вольт, кельвин, обратный сантиметр и все, что угодно, все то, что пропорционально энергии. Это энергетический параметр. А разброс, вот такой, вернее, большой набор используемых величин следует из того, что на самом деле параметры дельта октаедрическая и П определяются экспериментально, в основном, из тех или иных спектральных методов. Как же мы будем рассчитывать величины энергии стабилизации кристаллическим полем? Нам для этого нужно учесть, что если поле слабое, то тогда дельта октаедрическая это маленькая величина и она меньше энергии спаривания. И тогда никакого спаривания не нужно. Если же дельта октаедрическая это большая величина, как то в сильном поле происходит, то она превосходит энергию спаривания, тогда спаривание электронов становится возможным. Рассмотрим этот случай на примере конфигурации D4. Возьмем первый вариант комплекса, когда поле слабое и поэтому к трем электронам на Т2Ж уровне добавляется следующий электрон на ЕЖ уровень. Спаривание не происходит, есть максимальный спин. Значит, у нас три электрона на Т2Ж, один электрон на ЕЖ и мы получаем три пятых дельта октаедрическая и никакой энергии спаривания в этом расчете у нас нет, потому что никакого спаривания электронов не произошло. Случай другой, поле сильное. Поле сильное привело к тому, что четвертый электрон не смог преодолеть разницу между Т2Ж и ЕЖ и оказалось более выгодным образование пары электронов на Т2Ж орбиталях и мы имеем конфигурацию Т2Ж 4. У нас 4 электрон на Т2Ж нет на ЕЖ, значит, мы умножаем 8 пятых на дельта октаедрическая и вычитаем энергию спаривания. Для того, чтобы сравнивать между собой различные величины, нам достаточно такой записи. если вам нужна величина СКП, выраженная в реальных единицах, там, джоуль на моли, электрон вольт или все то, что я представлял на предыдущем слайде, нужно эти данные дельта-октаедрической энергию спаривания изымать из справочных таблиц или баз данных. Ну и для сравнения я сразу приведу формулу, имеющую отношение к тетраэдру. Там вам нужно взять число электронов на Е уровне умножить на 3 пятых, вычесть число электронов на Т2 уровне умноженное на 2 пятых, умножить на дельта-тетраэдрическое и вычесть энергию спаривания. Теперь давайте обратим внимание на то, в каких случаях энергия спаривания важна и как ее правильно учитывать. Вот здесь ну своего рода такая табличка, которая показывает, как рассчитывается, вернее, чему равна энергия стабилизации кристаллическим полям для всех деконфигураций. Один электрон на Т2 же две пятые, Д2 четыре пятые, Д3 шесть пятых дельта-тетрической. Затем мы переходим к конфигурациям от Д4 до Д7 и для этих конфигураций высокое и низкоспиновое состояние отличаются, потому что в зависимости от того, сильное или слабое поле, возможно, различное заполнение орбиталий электронами. Если поле слабое, это правая часть, то, как вы видите, никакая энергия спаривания не учитывается. У нас есть для конфигурации Д4 три пятых дельта-актоэдрическая, Д5 ноль, Д6 две пятых дельта-актоэдрическая и Д7 четыре пятых дельта-актоэдрическая. Если поле сильное, мы должны учитывать энергию спаривания, и вы видите, от Д4 до Д7 всегда энергия спаривания в формуле присутствует. Я хочу обратить ваше внимание на одно важное обстоятельство. Представьте себе конфигурацию Т2 G 6. Сколько электронов на Т2 G уровне? 6. Т2 G уровень состоит из трех орбиталей, верно? Значит, на Т2 G уровне находятся три пары электронов. Но в формуле учитываются только две из них. Объяснение такое энергия спаривания величина относительная. Если мы сравним конфигурацию сильного поля с конфигурацией слабого поля, то будет ясно, что в слабом поле уже есть одна электронная пара на Т2 G уровне. Еще две прибавилось при переходе к сильному полю. Прибавилось две. Их и учитываем. То есть это относительная величина, разница между слабым и сильным полем. Ну и дальше от конфигурации D8 до конфигурации D10 сильное и слабое поле дают одну и ту же величину дельта актеидрическая. И как вы видите для D10 это 0 и для D5 в слабом поле это тоже 0. Иногда ошибочно считают так, что если энергия стабилизации кристаллическим полем равна 0, то значит этот комплекс неустойчив и существовать строго говоря не должен. На самом деле это неверное представление. Смысл энергии стабилизации кристаллическим полем заключается в следующем. Если в основе любой химической связи лежит кулоновское взаимодействие, то энергия стабилизации кристаллическим полем это та энергия, которая добавляется к стабилизации комплекса за счет особенностей распределения орбиталей на энергетические электроны на энергетически неэквивалентных орбиталях. Это некоторая добавочная энергия. Вклад ее очень велик. И когда она равна нулю, это означает, что ничто не способствует тому, чтобы комплекс был более прочным, чем это следует просто из электростатического взаимодействия зарядов. Но комплекс будет существовать, потому что, например, такое распределение электронов Т2Ж3 ЕЖ2 это, например, аквакомплекс трехвалентного железа. Это аквакомплекс двухвалентного марганца. эти комплексы существуют. У них есть проблемы с тем, что они не очень устойчивы терминодинамически, что они неустойчивы кинетически, то есть слабильны, но они существуют. Можно рассмотреть еще один важный вопрос. От чего зависит величина дельта актеидрическая и величина энергии спаривания? Потому что мы должны обращать внимание на следующие детали. Мы говорим центральный атом, но на самом деле центральный атом может иметь разную химическую природу, разный заряд. Центральный атом может иметь различный радиус. это так или иначе отражается в величине дельта актеидрическая. Отражается разным способом, но так или иначе мы должны сказать следующее. Главный фактор, который здесь учитывается, это электростатическое взаимодействие. И поэтому если вы возьмете марганец, железо, кобальт, никель, медь, и всем припишите степень икисления плюс 2, можно сказать так, что разница между дельтой актеидрической для одного и того же леганда с одним и тем же числом легандов, она будет составлять процентов 10, не больше. А вот если вы измените заряд, ну скажем, железо 2, поменяете на железо 3, то в полтора раза дельта актеидрическая может измениться. Поэтому строгое сравнение возможно только между очень близкими катионами. Также важна природа легандов, их число. Говорят, что дельтой тетиридрическая это есть 4,9 дельтой актеидрическая для одного того же центрального атома в одной и той же степени окисления и для одной и той же природы легандов. Вот такая вот существует зависимость. Также энергия спаривания зависит от природы и заряда центрального атома, к счастью, не зависит от природы легандов. А вот с природой легандов ситуация сложная. Подумайте сами. Теория кристаллического поля говорит, что леганд это источник точечного электростатического заряда. Только заряд. И при этом получается, что природа леганда на что-то влияет. Почему? Потому что у леганда может быть свой размер, своя природа орбитали, которая подразумевает какой-то ковалентный вклад. И чтобы это учесть, теория кристаллического поля вводит несколько эмпирических понятий. Одно из них называется спектрохимический ряд. Уж более эмпирического понятия придумать нельзя. Его взяли из-за анализа электронных спектров соответствующих комплексов. И так и назвали спектрохимический ряд. Он, ну, здесь представлены некоторые части. Вы видите, в левой части ряда показаны слабые леганды или леганды слабого поля. Йод, бром, сульфид. В правой части самые сильные леганды СО, цианид. Где-то в середине ряда находится вода. Исторически все комплексы изучались в воде. И поэтому, раз вода находится близко к середине ряда, решили взять воду как реперную точку. И считают так. Если леганд расположен правее воды, он леганд сильного поля. А если левее воды, он леганд слабого поля. Причем для 3D-металлов это довольно хорошо выполняющееся правило. Как считать саму воду? ее считают промежуточным легандом. Иногда даже больше в шутку, наверное, чем в заправду называют воду легандом среднего поля. Потому что иногда есть примеры с высокозарядными катионами, когда вода ведется как леганд сильного поля, но в большинстве случаев она ведется как леганд слабого поля. Ну и вот результат. Возьмем леганд левее воды. это фтор. Он образует с марганцем 3 плюс высокоспиновый комплекс Т2Ж3 ЕЖ1. Возьмем правее цианид, значит сильное поле получается низкоспиновый комплекс Т2Ж4. Вот из этого спектрохимического ряда теперь можно как бы сказать провести сравнение с тем, что мы уже рассматривали с теорией метода валентной связи и сказать, что в общем-то это один и тот же спектрохимический ряд. Мы там называли леганды, которые способны спаривать электрон на д-орбиталях и которые не способны. Ну вот и ряд примерно такой же. Те, что правее воды способны спаривать, сама вода и те, что левее в ряду не способны. То есть теории между собой так или иначе способны перекликаться. Ну и наконец, чтобы закончить с этими энергетическими представлениями, рассмотрим энергию предпочтения. Перед вами наверху этого слайда есть формулы двух изомеров. Эти изомеры, это координационные изомеры, таковы. В первом случае медь окружена актоидрическими молекулами аммиака, никель тетриэдрическими от анионовых хлор-минус. Во втором наоборот никель с аммиаком, медь с хлоридом. Спрашивается, можно ли пользуясь только представлениями теории кристаллического поля определить, какой из этих изомеров должен быть предпочтительным. В принципе можно. Для этого нужно записать электронные конфигурации для катионов медь D9 никель D8 рассмотреть энергетические диаграммы по теории кристаллического поля для октаэдра и для тетраэдра и записать энергию стабилизации кристаллическим полем в каждом случае. 3-5 дельта актаэдрическая для меди в октаэдре, 2-5 дельта тетраэдрического в тетраэдре, для никеля соответственно 6-5 дельта актаэдрическая и 4-5 дельта тетраэдрическая. а затем записать условия нахождения выгоды одного состояния по сравнению с другим. Ну вот медь 2+, мы записываем разницу между актоэдрическим и тетраэдрическим комплексом, разницу в энергии стабилизации. Затем вспоминаем, что дельта тетраэдрическая и дельта актоэдрическая имеют коэффициент связи 4,9, и получаем некоторую величину, насколько медь предпочитает актоэдр по сравнению с тетраэдром. То же самое запишем для никеля и получим очень большую разницу. 19,45 дельта актоэдрическая для меди предпочтение и 38,45 для никеля предпочтение. Отсюда можно сделать такой вывод, что несмотря на то, что величины дельта актоэдрической для меди и никеля не совсем одинаковые, и процентов 10 между ними может быть разница, то все-таки, учитывая, что в два раза отличаются энергии предпочтения, можно уверенно сказать, комплекс с никелем в актоэдре будет устойчивым, комплекс с медью в актоэдре нет. Этот изомер, второй изомер, намного более устойчивый, чем первый. Ну и на самом деле второй изомер получить очень легко. Он получается, что называется, реакцией сливания двух растворов. Чуть более сложная процедура происходит при анализе тетраэдра и квадрата. Давайте пока посмотрим эксперимент. Возьмем сейчас производные никеля двухвалентного в водном растворе. Итак, у нас есть аквакомплекс никеля. По сути дела, это не что иное, как раствор хлорида никеля в воде. Естественно, там существует аквакомплекс. И прибавим к этому аквакомплексу концентрированный раствор аммиака. Вы видите изменение окраски. Эта окраска изменяется потому, что аммиак леган сильного поля, вода леган слабого поля, меняется расщепление, разница энергии находится в видимом диапазоне. А теперь добавим к небольшой порции этого комплекса диметилглиоксим. И полученный новый комплекс экстрагируем каким-нибудь органическим растворителем. Это хлороформ был. И мы получили органическую вытяжку с комплексом яркого красного цвета. Что произошло здесь? Здесь никель поменял свое координационное число. Под действием диметилглиоксима, леганда сильного поля, он к тому же еще стал из октаэдрического квадратным. И здесь возникает следующий очень важный вопрос. В октаэдре у нас были комплексы низкоспиновые, высокоспиновые. Есть ли они с координационным числом 4? Оказывается, есть, но координация становится другой. Октаэдр переходит в квадрат, ну или квадрат переходит в тетраэдр. Тетраэдрический комплекс мы с вами рассматривали никель-хлор-4-2-. У него распределение электронов по орбиталям таково, что на Т2 уровне, невыгодном уровне, находятся два неспаренных электрона. В квадратном комплексе цианидном этих неспаренных электронов нет. Восемь электронов располагаются на четырех орбиталях, которые более выгодны, чем одна свободная. И когда мы говорили, рассматривая теорию метода валентных связей, почему нет, не заполняется пятая свободная орбиталь, что она в принципе может быть заполнена, то ответ был такой, мы не предсказываем, мы вот видим и объясняем. То в теории кристаллического поля можно объяснить, почему присоединение пятого цианидного леганда невыгодно. Единственная свободная орбиталь находится очень высоко по энергии, и нет смысла ее заполнять. А если уж она будет заполнена, то должна будет произойти электронная перестройка системы для того, чтобы из квадрата получилась квадратная пирамида с перераспределением энергии всех орбиталей и с перераспределением электронов на них. Это требует изрядных энергетических затрат, и поэтому реакция перевода квадратного комплекса цианидного в комплекс с коррекционным числом 5 это не очень простая реакция. Она идет, кстати говоря, при нагревании с концентрированным раствором цианида калия. Не рекомендую пробовать. К сожалению, а может быть к счастью, каждый смотрит по-своему, но факт таков. Факт заключается в том, что не все комплексы имеют идеальную геометрию, и с точки зрения теории кристаллического поля эту неодинаковость можно объяснить. Она основана на теореме Яна Теллера, которая гласит о том, что любая нелинейная молекулярная система в вырожденном электронном состоянии будет искажаться с понижением симметрии, приводящим к снятию вырождения и понижению энергии системы. Если вы, так сказать, поняли все слова, но не смогли прочесть предложение, то я сейчас объясню идею, которая здесь заключена. Мы рассматриваем два типа вырождения. Вырождение орбитальное – это когда какое-то число орбиталей расположено на одном энергетическом уровне. Ну вот, например, в октайдре Т2Ж – это три орбитали, трехкратно вырожденные. ЕЖ – две орбитали, двухкратно вырожденные. Это орбитальное вырождение. Есть электронное вырождение. Оно очень хорошо наблюдается на примере вот этого вот комплекса двухвалентной меди с конфигурацией Д9. Вы видите, что на ЕЖ уровне есть пара электронов и один электрон. Орбитали одинаковые по энергии, значит, электроны вроде как должны быть одинаковые по энергии, но возникает вопрос, где расположена пара, а где расположен один электрон? На какой орбитале? dx квадрат минус y квадрат или dz квадрат? Или наоборот? Этот случай называется электронным вырождением. Так вот, теорема гласит, что если такое электронное вырождение есть, то нужно провести геометрическое искажение, которое приведет к понижению энергии, но при этом, конечно, к понижению симметрии. В случае комплекса двухвалентной меди, самый простой способ – это взять октаэдр и растянуть его по оси четвертого порядка. Тогда из орбитали dz квадрат и dx квадрат минус y квадрат выгоднее станет dz квадрат потому, что мы по оси четвертого порядка, по оси z, отодвинули леганды. А если мы их отодвинули, то, значит, возмущение орбитали стало меньше. И ее невыгодность на маленькую долю, но понизилась, она стала ниже. И на ней теперь наверняка уже два электрона, а та орбиталь, которая осталась самой невыгодной, x квадрат минус y квадрат, на ней всего один электрон. Вот так произошло снятие вырождения. Да, мы из октаэдра перешли в квадратную биопирамиду, менее симметричную систему. При этом t2g уровень тоже претерпел изменения, потому что если у вас есть в системе z-компонента, то эта орбиталь будет чуть более выгодна, чем та орбиталь, у которой нет z-компонента. И вот получается, что уровень t2g превратился в набор из двух энергетических уровней, дважды вырожденный и невырожденный. eG перешел в два невырожденных уровня, энергия системы понизилась, электронное вырождение снилось. А квадратная биопирамида, это не есть октаэдр? Квадратная биопирамида, октаэдр только тогда, когда она идеальная квадратная биопирамида. Если расстояния различаются как 4 плюс 2, это называется именно квадратная биопирамида. 4 в основании, 2 по оси z. Причем неважно, какое расстояние короче. Может быть сжатая квадратная биопирамида, может быть вытянутая. Ну вот как это выглядит в реальности. Вот эта вот картинка, она уже взята из экспериментальных данных. Вот Купромождо 6,2+, у нас имеется центральный атом, 4 молекулы воды в экваториальной плоскости с расстоянием 195 пикаметров, и большие расстояния по оси z 238. Разница очень приличная, 238 и 195. Если у вас другой легант, то он будет просто-напросто искажаться с другими расстояниями. Хлор больше по размеру, чем кислород воды, поэтому получается в плоскости основания расстояние 226 пикаметров, а вот эти вот большие расстояния 296 пикаметров. При этом, естественно, распределение электронов, оно следует из того, которое было бы в октаэдрическом поле, и разница между орбиталями по энергии, она пропорциональна той, которая была бы в октаэдре. Это легко убедить, в этом легко убедиться на опыте. Мы сейчас посмотрим эксперимент с соединениями меди. Вот это тот самый очень характерный пример с конфигурацией D9. Сильное янтеллеровское искажение. И мы берем раствор медного купороса в воде, который характеризуется наличием катиона Купрум H2O6-2+, с янтеллеровским искажением, вот показанным на левой части этого слайда. Мы будем добавлять сюда аммиак, имея в виду, что вода заменится на аммиак, и вместо леганда слабого поля получится леганда сильного поля с другим расщеплением орбиталей. Добавляем концентрированный водный раствор аммиака. Видите изменение окраски? Значит, есть искажение, нет искажения, все равно. Расстояние между орбиталями существенным образом изменяется. На самом деле, эффект Янателлера можно проследить во многих актеэдрических комплексах. Ну вот, например, комплекс D4. Это характеристика Марганца 3+, хрома 2+. У нас есть 3 электрона на Т2Ж, 1 на ЕЖ в случае слабого поля. И опять-таки будет янтеллеровское искажение. Ну, например, вот такое вот растяжение октайдр с образованием квадратной бипирамиды. А если мы возьмем конфигурацию D8, например, двухвалентный никель, то тогда мы будем ожидать отсутствия эффекта Янателлера, потому что нет вырождения ни на ЕЖ, ни на Т2Ж уровне. Орбитальное вырождение есть, но янтеллеровское искажение проявляется тогда, когда вырождение электронное. И существует еще одно очень важное правило. Оно гласит о том, с точки зрения теории к историческому полю оно не объясняется, оно просто эмпирически определяется. Оно говорит о том, что эффект Янателлера выражен сильно, если вырождение снимается на ЕЖ уровне октайдрического комплекса. Это случаи D4 высокоспиновые, то есть слабого поля, D7 низкоспиновые, то есть сильного поля, и уже рассмотрен нами вариант D9. Эти случаи очень типичны для комплексов хром-2+, марганец-3+, кобальт-2+, и купрум-2+. Причем для двухвалентной меди этот эффект не зависит от того, сильное поле или слабое, потому что расположение электронов на орбиталях не изменяется. Ну и теперь очень коротко рассмотрим вопрос о некоторых типичных свойствах, которые легко объясняются теорией кристаллического поля. Первое свойство – это магнитная восприимчивость. Иногда просто говорят «магнитные свойства комплексов D-металлов». Вы уже помните, что вещества в первом приближении могут быть диамагнитные и парамагнитные. Если неспаренных электронов нет, все вещества диамагнитные. Если есть неспаренные электроны, то проявляется парамагнетизм той или иной силы. Ну и вот для того, чтобы выразить этот парамагнетизм, принимается такая величина, как эффективный магнитный момент, и он выражается либо как корень квадратный из суммарного спина на s плюс 1 умноженный на 2, либо как корень квадратный из произведения n на n плюс 2, где n – это число неспаренных электронов. Этот магнитный момент называется эффективным, потому что он, по сути своей, пропорционален числу неспаренных электронов. Можно привести несколько примеров. Берем комплекс трехвалентного титана с конфигурацией D1. Рассчитанный по любой из этих формул магнитный момент составляет 1,73 магнитона Бора. Экспериментально наблюдается практически такая же, чуть меньшая величина в 1,70 магнитона Бора. Мы можем взять другой пример. Трехвалентный марганец с конфигурацией D4. Легант слабого поля в Тор. Эффективный момент для четырех неспаренных электронов должен быть 4,90. Наблюдается 4,95. Ну и, наконец, комплекс двухвалентного железа D6, ноцианидный комплекс, легант сильного поля. И, если это легант сильного поля, то все шесть электронов спарены на Т2Ж уровне. Значит, эффективный магнитный момент равен нулю ввиду отсутствия неспаренных электронов. И тут уж экспериментально наблюдаемый ему соответствует. Вы можете обратить внимание на то, что экспериментально наблюдаемые и рассчитанные магнитные моменты не соответствуют друг другу, чуть-чуть не соответствуют. На маленькую величину отличаются. В этом нет ничего неправильного. Дело все в том, что эффективный магнитный момент по-другому называют чисто спиновым магнитным моментом, который только учитывает наличие неспаренного электрона. Это главная причина возникновения магнитного момента. Однако, существуют еще два обстоятельства, которые тоже могут привносить вклад в магнитный момент. Они заключаются в том, что, во-первых, может существовать межэлектронное отталкивание. И второе, спиноорбитальное взаимодействие. Пока оно не очень существенно, различие маленькое. Если, скажем, спиноорбитальное взаимодействие все более и более существенно становится по мере того, как мы идем сверху вниз по периодической системе, и в конце концов спиноорбитальное взаимодействие вносит большой вклад. Это объясняет то, что наблюдаемый и рассчитанный по эффективной формуле магнитный момент чуть-чуть отличаются друг от друга. Ну вот вам, собственно говоря, обратная задача. Есть комплекс рутения 3+, конфигурация D5. Известно, что для этого комплекса магнитный момент равен 1,98 магнитона Бора. Спрашивается, какая конфигурация? Это высокоспиновый или низкоспиновый комплекс? Дальше нужно подставить в эту формулу либо один неспаренный электрон, либо 5 неспаренных электронов, в зависимости от того, какую конфигурацию представляете себе T2G5 или T2G3EG2, и сказать, какой вы ожидаете магнитный момент. Ну, если у вас 5 неспаренных электронов, то магнитный момент ожидаемый – это 5,9. А если один неспаренный электрон, то 1,73. Ну, понятно, что это совпадение гораздо больше. Поэтому мы можем сказать, какой ожидается электронная конфигурация. Но при этом нужно отметить, что различий 1,98 и 1,73 уже больше, потому что рутений довольно тяжелый металл, и эффекты второго порядка имеют гораздо большее значение. Второе свойство, важное для нас, это окраска комплексов. Окраска комплексов вызывается тем, что под действием излучения электроны переходят из основного состояния в возбужденное. В первом приближении это просто-напросто электрон, переходящий с T2G на EG в октаэдре, и затем при релаксации испускается энергия, которую мы наблюдаем. Хотя на самом деле мы наблюдаем дополнительный цвет, так называемый. Ну вот, например, комплексы титана трехвалентного. Они поглощают в районе 20 тысяч обратно сантиметров, что соответствует желтой части спектра, а наблюдается дополнительная окраска. То есть желтую вы изымаете, фиолетовая становится предпочтительной, вы ее наблюдаете. Дополнительность окраски определяется так называемым колесом Ньютона. Это такой круг, который разделен на 7 секторов, имеющих неодинаковую площадь. Ну вот, скажем, красный, зеленый, фиолетовый больше, там, оранжевый и синий меньше. И если вы знаете, что вы видите комплекс фиолетовым, то знаете, что он поглощает где-то вот в желтой области. Вот так вот определяется дополнительность окраски. Ну, а строго говоря, если мы наблюдаем переход с Т2Ж на ЕЖ в актеидрическом комплексе трехвалентного титана, это Т3+, вот мы наблюдаем этот переход, то мы должны поставить такой вопрос. От чего зависит дельта октеидрическая для комплексов титана? Ответ понятный. От природы леганда. Если Т3+, если электронная конфигурация не меняется, если это октаидр всегда, то значит, изменив легант, вы должны изменить окраску комплекса. Вот так оно и происходит. Посмотрите, где поглощает аквакомплекс, а где поглощает фторидный комплекс. И получается так, что если взять раствор, скажем, хлорида трехвалентного титана в воде, он будет фиолетовую окраску иметь. Добавить избыток фторид ионов и немножко, ну, в виде, скажем, смеси ашфтор и калийфтор, то тогда окраска из фиолетовой перейдет в синюю. Вот будет наблюдаться изменение окраски за счет изменения величины. Дельта октеидрическая неодинаковые значения имеют эти величины. И, кстати говоря, вот отсюда понятно, почему спектр и химический ряд. Наблюдали эти частоты и говорили, поменяли леганды, настолько-то изменилась энергия перехода. Ну, хорошо. В принципе, мы на этом заканчиваем с теорией кристаллического поля, и можно подвести некоторые итоги. Во-первых, метод теории кристаллического поля прост. Вы согласны? Он объясняет и предсказывает не только геометрическое строение, но и электронное строение комплексов, а также некоторых свойств, например, магнитные свойства, спектральные, то есть окраску. И теория кристаллического поля имеет единственный недостаток. Она не учитывает природу леганда. Фактически получается, что мы вынуждены вводить некоторые эмпирические поправки. Мы наблюдали уже одну из них, это спектрохимический ряд. Существует нефелоксетический ряд, который учитывает ковалентность взаимодействия металл-легант. Есть дополнительные ряды, которые учитывают взаимодействие с использованием Пи-связи. Ну и что уж совсем не объясняет метод теории кристаллического поля, это возможность образования связи между двумя металлами. Для того, чтобы учесть эти дополнительные факторы, нам нужно перейти к следующему методу. Методу молекулярных орбиталей мы будем рассматривать. Только основные приближения взаимодействия металл-металл все равно оставим за рамками нашего рассмотрения. В следующий раз примерно пол лекции мы будем использовать, учиться использовать, применять метод молекулярных орбиталей для описания комплексов. Ну а сегодня мы еще один эксперимент можем посмотреть, имеющий отношение к магнитным свойствам. Магнитное упорядочение имеют не только металлы. Магнитное упорядочение могут иметь разные соединения, и комплексные, и керамика разная. Ну вот у нас речь пойдет о шпинеле. Магнитное упорядочение Ну, это вот так иллюстрация магнитных свойств различных соединений. Ну, хорошо. Ой, сейчас уедет. Мы продолжим разговор о комплексах на следующей лекции. А на сегодня все. До свидания.